Всем привет! Блендер 2.91. Хочу ответить в начале ролика на вопрос. У меня что, много времени столько? Нет, я трачу очень мало времени на это все. Это кажется по роликам, возможно. Монтаж быстро проходит. Леплю я сразу и сразу снимаю процесс. Так что тратится на это все дело где-то 2-3 часа. В выходные возможно у меня уходит часа 3-4. Ну это все от безделия и в течение дня это незаметно. Очень много времени конечно уходит на поиск, допустим, покадровок, какой-то информации. Ну тут чем сравнивать. Или целый день кто-то лежит, смотрит тикток. Я вот занимаюсь вот этим занятием как хобби. Мне в этой вот программе вообще и в The Brush, и лепить я это дело люблю. Раньше пропадал я постоянно в мастерской. Сейчас в мастерской делать в принципе нечего. Вот. Развлекаюсь. Ну где-то вот в таком духе проходит мое время. Так, ладно. Давайте вставлять в персонажа кости. А в следующих роликах уже будем пробовать анимацию. Так, это дело я все отключу. И что здесь вот есть в персонаже? Крылья, также тело, брови. Все это дело можно объединить. Это не одежда. Вот это, вот эти части мы выбираем Ctrl J. Английское сочетание клавиш. Так, опять забываю включить Screencast Key, чтобы вы видели, что будет нажиматься сочетание клавиш. Теперь вот выбираем объединенные вот это вот саптулы. Выбираем хвост через Shift. И делаем Ctrl J. Опять объединяем. Также объединяем именно брови. Ctrl J. Это теперь будет один меш, один саптул. Так, глаза. Глаза и рот. Вот нижнюю эту часть объединять не будем. Я попробую сделать именно анимацию. Вот и там косточки вставить и для глаз, и для рта. Ну погнали. Так, единицы на нампаде. Посмотрим, как устроен рик вот этого персонажа. Shift A. Сочетание клавиш. Находим арматуру Single Bone. И все по прошлым роликам. Так, это значит Ctrl Z. Что нужно сделать? Нужно выбрать всего персонажа и сделать ему S. Английское уменьшить. Нам большой персонаж не понадобится. Ну где-то вот так вот. Так, единицы на нампаде. Shift A. Повторяем. Арматура Single Bone. Вот теперь косточка нормальная. Заходим в бегущего человечка. Вот это. И находим Viaport Display. In Front. Поднимаем вот эту косточку повыше. Тройка на нампаде. И будем, как в прошлый раз. Я делал гуся. От этого дела всего и плясать. Так, перекручиваем косточку. Заходим в Edit Mode. Выбираем всю кость. Теперь с помощью MOV можем ее вот сюда вот подставить. Чуть-чуть опять же R перекрутим. G вот сюда ее как-то. Так, делаем здесь наверное на две кости. E английское. Делаем вот сюда. Чтобы мы могли вот этой грудью немножко манипулировать. Кости можно поставить пониже. Не обязательно их к спине гнать. Так, теперь что у нас. Вот грудь мы прошли. Так, теперь E. Выбираем. Ставим косточку. E. Так, пойдет на две кости наверное. Так, теперь. Выходит кость головы. Теперь выпускаем E косточку. Это будет у нас значит клюв. Так, Alt-P, Clear Parent. Отсоединяем ее. Опускаем вниз. И делаем ей S. Вот эту кость нужно поставить именно так, чтобы она крутилась. Ну, опускалась. Именно, как сказать, от головы. Не за головой. Вот так ее не надо уводить. Ставим, вот подставляем. Можно даже немножко ее перекрутить по форме нижней вот этой части клюва. И немножко S. Большая она тоже нам не понадобится. Ну и сразу привяжем ее значит к голове. Ctrl-P, Keep Up Set. Так, теперь нам понадобится задница, да? E. Вытаскиваем тоже кость. Ну, перья анимировать я не буду. Так что косточки вставлять не буду в них. Посмотрим, если понадобится, если они будут как-то отпадать, то еще добавим сюда кости. Так, теперь нам понадобится что? Так, а понадобится нам E. Лапа. Так, это будем считать будет как ключица, что ли. Делаем Alt-P, Alt-P, Clear Parent. Отсоединяем G. Уводим вот сюда где-то. Делаем ей S поменьше. Ну и немножко G, наверное, как бы вот так поставим. Ну, если что, сейчас будем экспериментировать. Теперь, значит, что? Мне на ее повышенное G вот сюда подставим. От этой, значит, косточки E вытягиваем вот сюда кость и сюда кость. Теперь нам понадобятся вот эти ласты. E. Так, вот так пока делаем. Выбираем вот эти нуги. Единицы на баде и подставляем. Так, Ctrl-Z. За что мы там зацепились? Не понял. Alt-P. Как ли, Alt-P? Не отсоединилось, наверное. Так, теперь что? О, теперь нормально. Единицы на баде и подгоняем, поднимаем и смотрим, что у нас получается. А получается у нас вот такая штукенция, что нужно делать. Ctrl-Z, G. Уменьшаем вот эту косточку и делаем как кисть рук. Это, значит, E сюда, E сюда и вот эту тоже, E сюда. Потом мы их подразделим. Так, это значит G. И чуть-чуть G. А эту часть вот эту можно приподнять повыше. Тройка на нампаде и вытаскиваем отсюда тоже косточку. Так, E. Alt-P, Clear Parent, отсоединяем ее. И вот эту косточку, вот эту. Через Shift соединяем с этой Ctrl-P. Keep Offset, делаем связь. Теперь, нужно же подкорректировать вот эти кости G. Эту кость сюда. Эти кости чуть-чуть вбок. Вот так. Эту косточку сюда. Ну, а ключица пусть будет как бы вот наискось. Будем экспериментировать словом. Так, тройка на нампаде. Добавлять кость в направляющую не буду. Так, теперь что? Вот эту кость с этой связываем. Или не надо? Сейчас, короче, будем все смотреть. Тут важен еще процесс вот. Вот это вот крыло. Попробуем сделать что-то. Семерка на нампаде. И, значит, Е, вытаскиваем кость. Выбираем ее. Alt-P. Clear Parent. И перетаскиваем на крыло. Так. И тут вот теперь вопрос. Как это все дело должно крепиться? Значит, G. R все перекручиваем. G подставляем. Пускай это будет первая вот эта. Ctrl-Z. G. Первая часть крыла. Теперь это, значит, Е. Вторая часть крыла. А это будет. Так. А вот эта часть будет у нас сделана как рука. Так. Это, значит, Ctrl-Z. G. Поправляем. Смотрим, как тут все установилось. G. Подтягиваем к крылу, чтобы он нормально по крылу был установлен. И тут вопрос в чем? Вот это он, вот эти перья у него будут как пальцы. Он должен смочь. Короче, сжать их в кулак. Ну, короче, работать как рукой человек. Так, это все поправляем. Погнали. Значит, Е сюда. Е сюда. Это, так, Ctrl-Z. Бывает такая штукенция. Мышка у меня подгоняет. Надо скоро ее обновлять. Так. Е сюда. И Е сюда. Смотрим, как тут все установилось. G подравниваем. Вот эту часть выбираем теперь. Так. Как же неудобно. Вот так вот. И теперь попробуем все это делать G пониже. Вроде попало. Теперь, значит, G эту вытягиваем. Подгадываем. Эту сюда. Эту, значит, косточку сюда. Эту сюда. Ну, а эту подальше. Вроде попали. Вроде попали. А там в процессе, если что, подрегулируем. Так. Теперь, значит, что нам нужно? Е. Вытянуть вот так большую кость. Одну пока. Поставить ее на перо. И подразделить сабдивизии. Ну, давайте на три. Как палец пусть будет. Просто охеренный палец. Теперь, значит, E. Вытягиваем еще одну кость. Угу. G. Подставляем. Корректируем. Сабдивизии. На три кости. Так. Здесь вот можно вот эту косточку одну подтянуть вниз. И вот эту чуть-чуть подкорректировать. Так. Это значит G. G. Эх, G. Эджи. Ну, и погнали. Еще одну сделаем. Так. Е. Так. Теперь G. Попало. Не попало. Вроде попало. Выбираем кость сабдивизии. И на три кости опять. Так. Погнали. Еще раз. Нудновато это, конечно. Но. Ретопология еще нуднее. Так. Это значит так. Сабдивизии. На три кости. Теперь все это дело еще немножко погрузим вглубь. G. G. Ну, вроде лежит. Ну, вот эту можно еще подтянуть вот так по крылу. Вот таким вот образом. Последнее крыло. Ох ты, еди ты. Теперь G. Опять же. Выделяем. Подразделяем. И на три кости. Так. Здесь вот чуть-чуть нужно все это дело повернуть. И G отвести вбок. Ну, вроде все на месте. Так. Вот с этой еще частью что делать. Как она будет все вести. Как бы еще не пришлось сюда добавлять косточки. Ну, давайте сначала вытянем кость одну отсюда. Вот так. Е. Отсоединим Alt-P. Clear Parent. И сделаем связь вот с этой косточкой. Вот эту с этой. Ctrl-P. Keep Offset. Так. Теперь вот эту кость свяжем с грудной. Ctrl-P. Keep Offset. Так-так-так-так-так-так. Здесь вроде связано. Задница вроде присутствует. Вот еще что. Тройка на нампаде. У нас теперь персонаж толстый. И без этого дела мы не обойдемся. Надо вытаскивать Е косточку. Alt-P. Clear Parent. И ее нужно G. Одну кость R мы садим вот сюда. Чтобы она держала объем персонажа. Теперь делаем Shift-D. На задницу кинем косточку. G. Вот так. Теперь вот эту косточку опять убираем. Shift-D. Ставим сюда. R. Перекручиваем. И Shift-D. Ставим на грудь. S. R. G. Подставляем. Чтобы грудь держала. Так. Вот здесь наверное еще одну добавить. А не. Здесь она гнуться должна. Все. Пардонте. Теперь выбираем вот эти все косточки. Через Shift. И привязываем ее. Давайте. Ну так это это зоро. Ctrl-P. Keep off set. Ну вот. Что-то в таком духе. Тут вот еще вопрос. Возможно. Вот здесь вот будет ломаться. Еще сюда косточку нужно будет приставить. Приставить так. Ну глаза я потом поднастрою. Не буду пока время тратить. Теперь нужно все это дело скопировать вот так. Все косточки выбираем. Не забываем ни одной. И теперь нужно отзеркалить. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. Делаем Shift-D. Щелчок. Правая кнопка мыши. Mirror X Global. И перетаскиваем все дело вот сюда. Вот так вот. Ну вроде бы персонаж готов. Теперь еще кости глаз надо добавить. И он будет у нас с мимикой. Можно еще косточки на щеки кинуть вот сюда. Это я потом в следующем ролике может быть. Разберусь с этим делом. Пока главное чтобы он начал двигаться. Как всегда все это дело не забываем сохранять. Почему? Потому что что-то может пойти не так. И жалко тратить время. Чтобы потом по новой все это дело переделывать. Так выбираем теперь персонажа. Выбираем теперь. Русян. Ctrl-P. Width. Автоматик. Widget. Ждем. И так все связалось. Теперь выбираем только кости. Пардонте. Теперь нужно что сделать. Выбираем челюсть. Выбираем кости. Теперь челюсть. И заходим в Post Mode. Наоборот. Так. Сначала челюсть. Потом кости. Заходим в Post Mode. Выбираем косточку. И жмем. Ctrl-P. Бон. Это будет связь у них как кость. Бон. Так. И пока нет у нас костей для глаз. Давайте привяжем глаза. Выбираем глаза. Выбираем косточку. Заходим в Post Mode. И создаем связь. Ctrl-P. Бон. Можно конечно привязать. Ctrl-P. Вот это Width Empty Group. Как я показывал раньше. Так будет получено. Ну сейчас все будет видно. Так. Выбираем теперь только косточки. Заходим. В Post Mode. И назначаем Inverse Kinematic. Так. Вообще привязались они тут кости? Нет. Не проверил я. Да. Привязались. Ctrl-Z. Выбираем косточку. Вот эту и вот эту. Ctrl-Shift-C. Делаем Inverse Kinematic. И ставим ее. Ну пока давайте на две кости. Пока все вот так вот поднастроим. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. На две кости. Теперь вот с руками. Выбираем вот эту косточку. И вот эту. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Здесь уже давайте на три кости поставим. Так. Ну и это тоже самое. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. На три кости. Угу. Так. Ну что проверяем. Значит. Если мы выбираем кость головы. Все у нас крутится, вертится. Как у нас открывается рот. Опа. На. Рот у нас привязался. Надо это дело исправлять. Надо это дело исправлять. Значит так. Общик нот. Выбираем значит нижнюю челюсть. Вот эту. Я ее сейчас в Delete удалю. Раз она привязана, мне проще новую сюда подкинуть. И теперь импорт. Общ. Находим. Где она тут находится. Вот она челюсть. Подставляем. S уменьшаем. Подгадываем. Подстраиваем. И сделаем вот такую штукенцию. Значит. Тройка на нампаде. R перекрутим рот. Подставим его. Сделаем как бы его открытым. Вот так. Теперь выбираем косточки. Заходим в Edit Mode. Выбираем вот эту кость. В Type. Перекручиваем. EG. R. Опускаем ее пониже. Заходим в Object Mode. Выбираем опять персонажа кости. Делаем Ctrl-P. Width. Автоматик. Widget. На всякий случай. Выбираем теперь рот. И вот эту косточку. Заходим в Post Mode. Ctrl-P. Boom. Object Mode. Кости выбираем. И пробуем. Так. Все равно она за собой тянет. Не беда. Заходим в Object Mode. Выбираем персонажа. Выбираем кости. И заходим. Так. Сначала кости. А потом через Shift персонажа. И заходим. В рисование веса. И вот вы видите. Что клюв у нас зеленый. Но это не беда. Мы его закрасим красным. Так. Нужно поставить симметрию. Чтобы закрашивать нормально. Так. Так. Теперь зайдем в Object Mode. Опять выберем косточки. Post Mode. И проверяем. R. Все равно тянет. Вот же гадость такая. Не беда. Будем пробовать новое. Значит. Убираем. Кости. Заходим. В Edit Mode. Делаем Shift D. Вот этой косточки. R. Ставим ее вот сюда. Теперь. Object Mode. Перевязываем персонажа. Ctrl P. Width. Автоматик. Widget. Надо наверное было. Рот. Сделать. Побольше ему. Открыть. Так. И заходим. Выбираем теперь косточки. Выбираем персонажа. И опять же. Рисование веса. Так. Вот теперь вот эта. Косточка. Заходим. Находим Level. И прибавим. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Посмотрим. Посмотрим. Тройка на нампаде. Пробуем. Все. Рот открывается. Все прикольно. Можно даже косточку теперь чуть-чуть подтянуть вот сюда. Поближе. И немножко перекрутить. Во. Ну чтобы он стал как раньше. С закрытым ртом. Вот такая штукенция. Так. Как он будет теперь открываться. Во. Рот открывается. Все прикольно. Так что добавляйте вот эти косточки. Тогда тянуть не будет точно. Так. Теперь G. Тенс. 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 Вы видите какая гадость происходит. Д. С персонажем. Ctrl Z. Значит. Выбираем Inverse Kinematic. И поставим на две кости. Значит. Третья кость уже влияет на позвоночник. Во. Ну вот это теперь можно так. Ctrl Z. Не забывайте делать. Если подвигали какой-то частью. Так. Меня интересует еще вот эта часть. Это значит G. Ага. Ctrl Z. Надо связывать кость задницы. Заходим в Edit Mode. Выбираем вот эту косточку и вот эту. Ctrl P. Keep Offset. Делаем ей связь. Теперь опять же Post Mode. Выбираем тазовую кость. G. Нормально. Ctrl Z. Заходим теперь в Edit Mode. И привязываем ноги. И вот эту ногу к тазовой. Ctrl P. Keep Offset. Заходим в Post Mode. Проверяем. Так. Выбираем косточку. Теперь G. Теперь G. Нога хорошо работает. Ctrl Z. Теперь таз. R. Таз крутится. Все нормально. Ctrl Z. Не забываем делать. И проверяем как он на движуху будет работать. Все нормально. Ctrl Z. Что еще можно сделать? Давайте поэкспериментируем до конца уже. Так. Пальцы понятно. Сгибаться будут. Попробуем давайте косточку вот эту. Перекрутить. Допустим. Вот мы ее крутим. В принципе неплохо она так перекручивается. В принципе нормально. Ctrl Z. Ну давайте в качестве эксперимента все-таки. Выбираем Inverse Kinematic через Shift. Вот эту косточку. Ctrl Shift C. Copy Location. Так. Здесь уменьшаем влияние. И вот эту косточку. Перешифт на Inverse Kinematic. Ctrl Shift C. Copy Transformation. Здесь значит. Ставим внизу. Local Space. И уменьшаем немного интенсивность влияния. Так. Вот так вот. Что-то она поддерживается. А ну-ка. Почему она начинает дергаться. Ненормально. Если R. Мы теперь будем вот так вот перекручивать. О. Можно тут вообще им буги-уги делать. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Ну и следующее. Так. Еще раз. Ctrl Z. Ctrl Z. Все нормально. Так. Что тут. Все стоит. Все стоит. Значит. Все хорошо. Теперь. Еще эту лапу настроим. Также. Ctrl Shift C. Copy Location. Интенсивность. Чуть-чуть уменьшим. И на эту косточку поставим. Ctrl Shift C. Copy. Трансформация. Local Space. Уменьшаем влияние. Ну вот. Что-то в таком духе. Так. Тройка на нампаде. Единица на нампаде. Проверим, как ведет себя тело при сгибании. Может быть еще придется добавлять костей. Так. Не понял. Получается, что вот этой косточкой мы вертеть не сможем. Да? А. Это только Ctrl Z. Голова. Движется. Да? Ага. Вот она. Кость не привязана. Так. А что ж тут еще я не так сделал-то? Угу. Если вот эту мы выбираем, то поросенок этот весь движется. Да? А вот согнуться. Согнуться, если ему надо будет. Он хрен согнется. Ctrl Z. Почему? Потому что нужно сделать вот такую штуку. Edit Mode. Удалить вот эту кость. Зайти в Object Mode. Выбрать персонажа. Выбрать кости. И Ctrl P. Уйд. Автоматик. Виджет. А хотя погодите. Просто убираем кости. И попробуем. Ага. А как же это так? Получается, что? Получается, Ctrl Z. Если мы будем делать наклон. Вот допустим, нам надо. Так, я сейчас все это сохраню. И будем поэкспериментировать чуть-чуть. Так. Значит, сейф. Тройка на нампаде. Допустим, мы его сгинаем. И чтобы нам гусь был согнутый, сгинаем, допустим, шею. Когда мы сгинаем шею, у нас тут... Ага. Ctrl Z, Ctrl Z. Попробуем перевязаться. Персонаж кости. Ctrl P. Увы, автоматик, виджет. Перевязываем все. Заходим теперь опять же в постмод. И смотрим, в чем косяк. Во! Надо было просто перевязаться. Угу. И получается, если сейчас... Так вот. Допустим, мы его перекручиваем. И перекручиваем шею, да? То у нас вот эта часть тоже должна уходить. Ну, получается... Ну, в принципе, нормально. Вот эту косточку давайте все-таки попробуем немножко удалить. Эдит мод. Вот эту кость удаляем одну. Делит бон. Это будет держать часть. А это... Как пойдет сейчас вам? Так. Ctrl P. Увы, это автоматик, виджет. Все это опять же перевязываем. Выбираем опять же кости. И заходим в постмод. Выбираем теперь вот эту кость. Нам она интересна. Так вот. Как она гнется. Получается, если сейчас сгибаем вот этого персонажа. Допустим, сгибаем ему... Или задираем задницу эту. И тогда грудь не трогаем. А можно все это дело поиграть шеей. Вот так вот. Ну ничего, так нормально все. О, пойдет. Ctrl Z, Ctrl Z. Возвращаем все на исходную. Стройка на NumPadi. И сохраняем персонажа в файл. Save. Все, всем пока. До свидания. В следующих роликах уже будем рассматривать тогда анимацию.